Я его не отпущу. Эй, я не отпущу его все равно. Где лестница тут? Вот, нашел. Так, какой-то аж был у него. Третий по-моему. Отстань! Уйди! Уйди! Кш! Стоять! Ты арестован! Руки! Руки, я сказал! Стой! Стой! О, черт! Паун? Паун, ты живой? Они тебя что, не тронули, что ли? Ты как себя чувствуешь, Паун? Так, я не понял. Мы где вообще находимся и... Где Сильвестр? Ты как? Паун, жив-здоров? Вон они стоят! Вот эти... Я... Я пожалуюсь! Я пожалуюсь генералиссимусу! Какого хрена они меня тронули? Где Сильвестр? Паун, где Сильвестр? Я не понимаю. Я нормально. А вы-то как? Да вроде нормально. Мы... Мы где ж? Что вообще происходит? Что происходит? Объясни, пожалуйста. Будь добр так! Мне непонятно сейчас. Что за шум такой? Где мы находимся? Мы в самолете. В самолете? А где стюардессы? Где сиденье? Что за самолет такой? Что мы тут делаем? Я не понял немного. Еще раз тебе повторяю. Паун, где? Где Сильвестр? И куда мы летим, если мы в самолете? Я не знаю, над чем конкретно летим. Но где-то высоко. Мы же... Это... В тюрьме были. Но правда... Вы все это время спали. Что? В египетской тюрьме я был? Да какого черта они вообще имели право? Меня сажать в эту тюрьму? Я буду жаловаться. Это... Что за произвол? Что за произвол такой? Вы какого черта граждан? Чужого государства имеете право сажать в тюрьму? О! Проснулись я? Проснулся? Что вообще происходит здесь? Я не понимаю немножко. Проснулись я наконец. Проснулись. Потрудитесь и объясните, что здесь происходит вообще. А почему так долго спать? Долго? Паун, сколько? У меня такой вопрос. Что значит долго спать? И почему я не помню, что было в египетской тюрьме? Много. Но мне даже интересно, что за египетская тюрьма. Никогда не видел эту египетскую тюрьму. Хотел бы посмотреть. В пирамиде у вас где-нибудь египетская тюрьма? А? Под пирамидой? И сейчас послушайте меня внимательно. Я не знаю, как на вашем сказать. Подожди. Потрудитесь объяснить. Потрудитесь. Я слушаю. Вниматочно. С вашим напарником мы уже поговорили. Так. Боюсь даже спросить, о чем вы разговаривали. Вы незаконно ворвались на территорию нашей страны. И мы могли навсегда вас забереть в тюрьму. Так. А с чего это навсегда? Мы за преступником охотились. Мы ловили преступника, который сейчас является уже гражданином Египта. Я так понимаю, что он у вас остался. Но нам не нужны никакие международные конфликты. Нам тоже не нужны. Я просил всего лишь отдать преступника. И все. Поэтому мы сделаем вам лишь предупреждение. По-моему, ты слышал? Ты слышал? Предупреждение нам? Это мы вам должны его делать. Вы не отдаете нам преступника. Слушайте. Где? Где Сильвестр? У меня вопрос. Дороги Бога больше нет. Ее снести. И теперь нам так просто. Будет не попасть. Дороги Бога нет? Да и слава Богу, что дороги Бога нет. Она нам и не нужна была, эта чертова дорога Бога. Она только Сильвестру была нужна. И Сильвестр по ней проехал к вам. Незаконно причем. Как он там гражданство получил? Я не понимаю. Он перевозил деньги, что ли, получается? Огромными сумками по этой дороге Бога. Они знали про нее. Поэтому они там дежурили, друзья. Именно поэтому. И перекатите преследовать нашего гражданина. И оставьте нас в покое. Преследовать преступника? Он преступник. Он преступник, а не гражданин. Мы хотим развивать страну. А вы хотите нам это помещать? Нам ваша страна неинтересна, понимаете? Мы свою тут развиваем страну. Я не знаю. Хорошо, что сейчас происходит? Что происходит? Объясните мне. Это я понял. Все, вы не отдаете нам Сильвестера. А мы зачем-то, как сказал Паун, поднялись в небо. Вам повезло, что наш начальник принял решение вас отпустить? И прекратите нас обозревать, так как мы не индейцами. Что? Какие индейцы? Подождите. В смысле отпустить? Он и держать нас с ними право. Хотя паравильнее будет сказать. Вышвернуть с нашей страны. В смысле вышвернуть? Вы что, обалдели, что ли? Нет, я понимаю, мы незаконно оборвались, да, в Египет. Согласен. Кто не смотрел, друзья, прошлую серию, как это было, посмотрите обязательно, как мы путешествовали в чужой стране. Возвращайтесь в свое болото. И чтобы вы больше не ногой сюда. Болото? Ну ты, конечно, ты как смеешь так говорить? Нет, вам, конечно, спасибо, что как бы не оставили нас в вашей гнилой тюрьме, тут он хамона. Но что значит вышвернуть? В каком смысле? В прямом? А вот так вот, молча. Как хотят. Но мы же... Ну мы же... Мы же разобьемся. Мы же умрем. Вы понимаете, нет? Мы же не птицы какие-то, мы летать не умеем. Ладно? Мы не изверги. Возьмите парашюты. Ой, спасибо. А мы вообще где летим? Не над океаном, я надеюсь, где-то, а? Товарищ, товарищ египтянин. Ладно, хотя бы за парашют спасибо. Хотя бы за него спасибо. Как котят, представляете, полковнику такое. Ну, они могут себе такое позволить. Мы не гарантируем, что эти парашюты работают. Хорошо? Понял вас. Понял. А что нам еще остается делать? Если мы не спрыгнем, они нас просто расстреляют. А теперь прыгайте. Послушайте, давайте, может быть, может быть, все-таки по-другому решим. Почему вы вообще куда нас скидываете? Куда? Где мы находимся? Я просто не понимаю. Ладно. Хорошо. Лучше так, чем, как говорится, умирать где-то непонятно в чужой стране. Ладно. Ладно. Что, вот прям так? Может договор какой-нибудь, а? Я думаю, это было бы правильно. Ну что, голубки? В смысле голубки? Давайте, может, договоримся как-то, а? Есть шанс какой-то? Скажите. Какой-то договор. Приготовься. Черт. Походу реально полетим. Я даже... Я даже землю не вижу. Ё-моё. Спиной ко мне. Я и так спиной. А что, Паун, нам прыгать надо, что ли, или что? Все тогда... Ё-моё! Какого, блин, черта? Паун, ты где? Черт возьми. Паун там, что ли, остался? Ну, ё-моё, а? Черт, не вижу. Я Пауна не вижу. О! Паун, вижу тебя! Слышишь? Давай сюда, спускайся! Черт возьми. Мы... Мы где? В стратосфере, что ли? Я не понимаю. Паун! Опять потерял. Так, мы... Мы вообще... Балкан! Я слышу, я слышу! Я тут! Я тут, видишь меня? Я тут, давай сюда! Ко мне ближе! Ко мне ближе давай! Ё-моё! Это что вообще за такая высота огромная? Паун, ты где? Давай ближе! Ближе давай! Главное не потеряться! Они куда-то вообще в стратосферу взлетели! Я земли не вижу. Мы сколько уже времени летим? И земли просто не видно. Посмотрите. Это что за черная дыра? Они на какой вообще высоте передвигались, мне интересно? Паун, давай сюда! Друг! Ты как? Ты живой там? Живой? Все в порядке с тобой? Фух! Ну, по крайней мере... Слушайте, ну и что это такое? И сколько на черт возьми нужно лететь? Вопросик. Товарищ полковник! Извините! Я не знал, что так все будет! Да? Да ладно! Слушай, конечно, ты первый все это начал, но я тоже как полковник должен был тебе приказ отдать. Но мне отдал приказ. Я тоже здесь виноват, понятное дело. Да е-мое! Сколько еще лететь? Слушай, Паун, да не переживай! Не переживай! Случилось и случилось! Ну что теперь говорить? Назад время уже не вернуть! Все, рядышком придерживайся тогда! Я просто хотел помочь! Поймать этого гаденыша! Он мне еще с тюрьмы не нравился! Да кому он нравился? Но он у них остался! Делать уже нечего, Паун! К сожалению, он остался с ними! Эх, сейчас бы, конечно, друзья, Сильвестера бы сюда не помешал бы! Не помешал бы никак бы, ни в коем случае! Но теперь мы его никогда не достанем! Ну слушай, что значит никогда? Мы там запросы дадим, еще какие-нибудь варианты, наверное, есть наверняка! Ну, надо было, мне кажется, просто его убить! Но если бы я его убил, я бы убил гражданина уже, получается, чужой страны! И в этом случае, скорее всего, было бы еще хуже! Мне кажется, меня могли бы убить! И решил, что нужно ловить его! Любым способом! Да ладно! Забей! Забей, Паун! Бывает! Здесь ничего не падает! Опа! Земля! Земля! Вижу землю! Жаль, что не получилось его достать! Да что ты, берешься, успокойся, говорю же! Ём! Так, подожди, я узнаю! Эти улицы! А ну-ка! А, я вижу участок! Да, они нас... Они идеально нас сбросили над городом! А ну-ка, Паун! Давай полетели! Открывай парашют! Прямо сейчас в участок сразу заглянем! Обалдеть! Сколько мы сейчас пролетели километров? Не знаю, наверное, несколько десятков километров, друзья! Со скоростью по 300 километров в час! Паун, вижу тебя! Давай! Скорее лети! Скорее! Сейчас, сейчас приземлюсь, сейчас поговорим! Опа! Мне кажется, или... Там построение как раз! Отлично! Паун, давай быстрее! Там как раз построение! Успеем на него! Надеюсь, генерал дал больше двух минут на построение! Я вижу генерала, по-моему, если не ошибаюсь! Его форма! Обалдеть! Вот это красота! Вот это... Вот это мы вовремя, конечно! Вот это мы вовремя! Давай, Паун! Ты видишь строй? Сейчас аккуратненько приземляешься прямо туда! Нужно прямо в строй попасть! Ё-моё! У них реально там... Что происходит? Не понял! Кто-то погиб, что ли? Ну, ё-моё! Ну, ладно! Хотя бы на поминки успели! Походу, кого-то застрелили они тогда, я так понял! Или какое-то другое задание боевое! Так, если что... Мы здесь! Прямо на забор упал! Так, если что, мы здесь стояли! Паун! Давай, 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 давай! Быстрее! Молодец! Всё, тихо, тихо, тихо! Всё, не отвлекай! Они погибли при выполнении боевого международного задания! Чёрт! Я так и знаю! Вот повздорили! Они тогда оставались там! По всей видимости... По всей видимости, друзья, что-то пошло не так! Началась перестрелка, скорее всего! Мы будем помнить их подвиг! Они смогли напасть на след преступника! Да, да, к сожалению, друзья! Ну, хотя бы успели на прощание с нашими коллегами! И то хорошо! Но из-за своей халатности они ушли в глубины морских чужой страны навсегда! Полковник Максим и рядовой паун! Пакуйтесь с миром! Секундочку! Что, простите? Я сейчас... Не понял... Генерал! Я что-то не понял! Вы... Вы кого там... Хороните? Это что такое? Я... Я сейчас... Я сейчас не врубился немного! Баун, иди-ка сюда! Это что происходит? В смысле? В смысле, полковник Дим? Господи Иисусе! Это еще что такое? Как что? Это мы? Это мы? Вы... Я... Я боюсь спросить сейчас! Вы живы? Что, не видно? Ребят! Всем видно! Мы живы же, да? Мы же бегаем! Мы бегаем! Все живы, все здоровы! Я боюсь спросить, что у вас в гробах? Уважаемые, скажите мне, пожалуйста, что вы там хороните? Кого вы там хороните? Я думал, кто-то погиб при боевом задании. Это ваши формы, вагоны и значки. Пару личных вещей. Какие значки? Какая форма? Все вернуть! Вытащить все! Вытащить все из этих... Вы с ума сошли, что ли? Вы вообще куда пропали? Вы почему не выходили на связь? Так, а как? Это же другая сторона была. Мы были в египетской тюрьме. Вот так вот, товарищ генерал. Так, послушайте. Послушайте. Мы сейчас как бы... Ну, мы вообще оттуда. Вот оттуда мы приехали к вам. Потрудитесь объяснить, где вы были и как сюда попали. Давайте так. Давайте все в кабинете. Я думаю, самое то будет. Я все объясню. За чашечкой горячего чая мы обговоримся. Мы все дадим понять, как вообще сюда попали и так далее. Отставить похороны! Вынести грабли на мойку! Вот это правильно. Вот это правильно. Пошли в кабинет. Пойдемте. Пойдем чай попьем. Куда вы катафакуете? Ну, товарищ генерал. Ну, что вы себе устроили здесь? Ё-моё, цир какой-то. Мы, значит, там всяких преступников ловим. Извините, товарищ генерал. А они тут похоронами занимают. Так еще кого? Ладно бы на самом деле кто-то погиб бы при обязанностях своих должностных. Так никто не умер. Ну, что это такое? Вы даже не убедились. Так, рассказывайте, что произошло и где вы были. Вы мне ответьте, пожалуйста, вы как нас похоронили, когда даже не увидели тела наши? Ну, что это такое, товарищ генерал? Ну, вот от вас, честно говоря, я не ожидал. Представляешь, Павел? Мы мертвы. Мы могли сейчас где-нибудь приземлиться на лужайке там и в деревне и жить там. И все думали, что мы умерли здесь. Ладно. В общем, я с радостной... Так я отвечу? С радостной новостью. Мы, да, незаконно проникли. Но мы думали, вы пропали на морском дне. Нет, мы не тонули. Мы проникли незаконно на их территорию. Есть такое. И мы нашли Сильвестера. Я лично с ним разговаривал. Вот. Лицом к лицу с ним общался. Он наш, товарищ генерал. Он в наших руках. Главное теперь его оттуда достать. Вы, видимо, международного конфликта хотите? Нет, 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 нет. Мы достанем. Дайте, дайте нам лодку. Мы спауном его достанем в любом случае. Нас из-за вас переувольняют. И попересажают. Но у нас там преступник. Мы попробовали решить ситуацию. Не получилось. Как не получилось? Ну, он же там. Он живой. Там бегает. Строит себе все подряд. Как? Мы просто не можем приехать. Пусть незаконно. Я понимаю. Ну, приехать надо как-то похитить его и обратно. Международного скандала никто не хочет. Ну, и не хочет никто его там оставлять. Слушай меня, товарищ генерал. Вы чего? Вы не хотите Сильвестера, что ли, поймать? Мы за ним столько охотились. Мы столько за ним гнались. По этим дорогам Бога, блин, за ним ездили. И вы хотите вот так вот все это оставить, что ли? Я... Пау, что он хочет? Ты посмотри, что он делает. Им все равно, что он сделал у нас. Он теперь гражданин другой страны. Они его защищают и выдавать его не собираются. Как бы это неприятно ни звучало, но мы вынуждены забыть о нем. Что? Что? Дело будет закрыто по причине невозможности доставить преступника на родину. Но... Но как так? Но мы же знаем, где он. Товарищ генерал, как закрывать дело? И больше не смейте даже пальцем соваться в другую страну без приказа и разрешения. Паун, ты слышал, что он говорит? Ты слышал это? Я надеюсь, это понятно. Это приказ. Так точно, товарищ генерал. Это понятно. Просто закрыть дело. Он просто хочет закрыть дело по Сильвестеру. Но как же так? Но столько времени. Лучше займитесь делом сбежавшего заключенного мошенника. Кого? Федор Иванович? Да что же заниматься? Я знаю, где он находится, я мое. Его так и не нашли. А уже новые эпизоды мошенничества появляются. Я не думаю, что это он. Потому что где Федор Иванович? Друзья, напоминаю. Кто-то, может, забыл. Мы с ним сбегали из тюрьмы. Мы его отдали Иванькову. Я знаю, где он. Похоже на его почерк. Пока вам выдаю по выговору. Как найдете его, аннулирую. В смысле? Вы просто... Вы там документы уже все составили, что мы трупы. То есть по факту вы трупам выдаёте по выговору. Это нормально вообще? Прилетели к вам такие. И вы нам выговоры ссоёте под нос. Хорошо. Хорошо. Я постараюсь... Постараюсь его сегодня привезти. Да что сегодня? Я его прямо сейчас привезу. Вперёд! Чего ждёте? Есть! Товарищ генерал. Друзья, ну... Ну придётся. Есть приказ? Есть приказ. Значит, придётся прощаться с этим делом. Не хотелось бы. Но у нас вариантов просто нет других. Паун! Паун, иди сюда. Иди сюда, Паун. Иди, 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 иди сюда. Сейчас я тебе кое-что скажу. Иди сюда. Я сейчас тебя обрадую. Нам не надо его будет искать там по следам, с лупой идти вот так вот по земле. Паун, иди сюда. Иди сюда. Сейчас я тебе всё... Я не буду генералу сейчас об этом докладывать. Пусть мы мастер-писту строим. Я покажу, что значит настоящая работа. Короче. Я тебе по секрету скажу. Я знаю, где он. Всё, ё-моё. Дело раскрыто. Дело раскрыто. Выговоров нет. Вот так тебе скажу. Вот и всё. Не важно. Не важно. Это уже, как говорится, не то и дело. Пошли. Вернее, поехали. Так будет, наверное, правильнее. Поехали. Сейчас быстренько с этим делом разберёмся. Так, где у нас тут выход? Сейчас быстренько мы его привезём ему. Пусть выговоры сразу снимает. Мы тут, значит, рискуем своими жизнями. Да? По-настоящему рискуем. Пробираемся в чужую страну. Но при этом нам дают выговоры. И снимут их тогда, когда мы привезём Фёдора Ивановича. Да пожалуйста. Да пожалуйста. Фёдор Иванович к павшим услугам сейчас будет. Едем, друзья, к Иванькову. Я думаю, многие прекрасно знают и понимают, что Фёдор Иванович прямо сейчас находится в заточении. В заточении у Иванькова. Потому что должен был огромную сумму денег. И более того, он оскорбил маму Иванькова. Когда оскорбил тем, что украл у неё деньги с карточки. Кто помнит такую ситуацию. И разумеется, нам сейчас необходимо поехать его забрать. И всё. И выговоры сняты. Поэтому не будем переживать по этой ситуации. А просто едем в гости. Да и как раз повидаемся с Иваньковым. Сколько уже времени прошло. Мы по сути для товарища генерала, для босса, для Иванькова мы пропали на несколько дней. Но мы просто бесследно исчезли. И мне кажется, если бы мы не появились, а реально бы где-нибудь утонули на дне морском, то нас бы что, не искали? Или сколько нужно времени, чтобы нас начали искать? И искали бы нас вопрос вообще в чужой стране? Вот какой вопросик. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы к Иванькову. Приветствую. Лысый! Мы к Иванькову приехали. Стоять! Иванькову, всё нормально. Свои! Слышишь? Свои, свои. Всё в порядке. Мы ментов не вызывали. Нормально, нормально всё. Не переживай. Всё, всё свои. Всё нормально. Мы не по вызову. Это кто? Ой, ты что, не знаешь, что ли? Ё-моё. Пау! Пау, тебе многое предстоит узнать, я тебе скажу. Очень многое предстоит узнать. Сейчас просто проходи. Просто чувствуй себя как дома. Слышишь, Пау? Пау. Чувствуй себя... Себя как дома. Ладно? Потому что это... Это наш второй дом. Можно сказать. Вот так вот. Первый дом это МВД. А второй дом это вот... Вот это вот... Вот этот особняк огромный. Пошли! Давай за мной, за мной. Не трогай охрану. Пошли. Пау, ну ты что, первый раз, что ли, в таких заведениях или что? Это обычный дом. Только чуть побольше совсем обычного. Так. Нам нужен Иваньков. Иваньков. Господин Иваньков. Так. Кто у нас здесь? Товарищ Иваньков! Короче, взяли мы 4 шака за 3000 русских рублёв. Поняли, что это собаки. Ну а там уже насрать было. Кто тут у нас разговаривает так, а? Бодро. Здравствуйте, уважаемый. Ого. Я по форме. Да, всё. Я понимаю, что он не любит, когда по форме приезжаешь. Но дело срочное. Так сказать, боевое задание. Не признал. Погоны не капитанские надел. Или мне кажется. Слушай, Иваньков. Я буквально зашёл на секунду. Я отвлекать не буду от разговоров. Сразу скажу. Я за Фёдором Ивановичем. В общем, в тюрьму ему надо. Обратно, к сожалению. Такое сейчас принято решение. Я тут немного занят. Рассказываю Витьку за начальные классы. Всё, это хорошо. Всё, я тогда вообще не отвлекаю. Дай мне одного чувака. Дай охрану. Мы пройдём, возьмём его и всё. Стопэ, стопэ. Одного дай. Пойдём, пожалуйста. Слышишь, лысый? Пойдём со мной. Пошли. Откроешь мне свою комнату. Там вот эту секретную. Павел, пошли покажу тебе секретную комнату. Что это такое? Открой, пожалуйста. Какую охрану? Не спеши. Я за Фёдором Ивановичем. Я его заберу и всё. Мне он нужен срочно. Всё, он возвращается. Он возвращается в кресты. Ну а что? Сколько ему ещё сидеть у тебя, Иваньков? Ну сколько можно уже? Там его уже нет. Ты опоздал маленько. Расслабь булки. В смысле опоздал? В смысле нет. Ты его что? Того что ли? Какого хрена? Ты знаешь, что он не будет? Ты что его... Ты же... Ты сказал, что ты не убиваешь людей больше. Ты думал, он у меня на попечительстве будет жить? Нет. Убивать-то зачем? Убивать зачем его было? Вот видишь, я тебе ещё с полицейским пришёл. Ты такие вещи рассказываешь мне, Иваньков. И что мне делать? Мне что теперь? Скажи, а? После твоих деяний. Хотел бы убить. Ты бы был уже в курсе. Не понял. А что ты с ним сделал? Только не надо мне, пожалуйста, говорить, что ты его отпустил. Я не поверю в жизни, что он тебе дал там все счета, там свои деньги, пароли. Не поверю. Я ему намекнул, что деваться ему особо некуда. И просто так содержать я его не собираюсь. Как ты знаешь, с криминалом я завязал. Но за свой косяк он должен был понести наказание. И поэтому мы с ним договорились, что он теперь работает на меня. И принесёт извинения моей маме. Ну ты не подумай. Мы тут всяких пенсионеров не разводим. В смысле на тебя? В смысле работает на тебя? Он же мошенник. Он же... Ты знаешь, что уже есть новые... Новые моменты мошенничества. Уже дела появляются. А кого вы разводите? Он честных людей разводит. Честных разводит. Ну, разводил, по крайней мере. Ты думаешь, он не будет этого делать? Я ему приказал, чтобы он разводил только богатых. Которые нечисты на руку. Ты не знаешь Федора Ивановича, по всей видимости. Нет. Нет, так не пойдёт. Так не пойдёт. Отдай. Отдай. Отдай мне его, пожалуйста. Хорошо? Вот по-по-по-дружески прошу. Отдай его. И теперь со всех его дел мне капает. Очень много лавыхи. Понимаю. Понимаю. Но у тебя и так вот посмотри, что у тебя... У тебя всё есть. У тебя есть всё. Отдай. Я просто прошу. Где? Где он? Покажи, пожалуйста. Где он? Покажи мне его. Поэтому сам понимаешь, я тебе его не отдам. В смысле не отдам? Отдам. Отдай. Пожалуйста, Иваньков. Давай не будем сейчас ругаться. Да хорошо, не будем. Давай не будем вот это вот всё. Хорошо? Не отдам. Ё-моё. Я не понимаю. Чего ты добиваешься? Куда ещё денег тебе? Он мне нужен. Он мне нужен. Мне нужно дело закрыть. Ты понимаешь, у меня дело висит. У меня висяк. Просто висяк у меня. На столе лежит у генерала. Висяк. Забудь про него и точка. Не морачь мне голову. Ты что, из-за него хочешь сейчас поругаться или что? Из-за него. Я понимаю, лавэха там и так далее. Деньги, мани. Но. Ну как? Ну как? И придумай там что-нибудь. Найди другого. На вокзале бедолаг полно. Ты вообще. Ты как к жизни в людей относишься? Он ни на кого не похож больше. Он единственный в своём экземпляре. Его невозможно сделать похожим. Ух ты ж, ё-моё. Ты уверен, что не отдашь мне его? Скажи, пожалуйста. Я последний раз спрашиваю. Последний раз спрашиваю. Вы там же умеете чернухой промышлять. Вот и действуй. Я тебе ничем помочь не могу. Уверен? Не отдам. Чёрт. Это плохо на самом деле. Это плохо. Я сказал генералу, что... Я сказал генералу, что сегодня его привезу. Я у тебя вообще его похищу. Ты понял? Ваньков. Я вот... Я не шучу. Я не шучу. Я у тебя буду похищать, значит. Если ты мне не так его не... Он в любом... Он сядет. Он сядет в любом случае. Ты понимаешь? Только попробуй. Ты посмотри, а? Ты посмотри. Ладно. Ладно. Я услышал. Услышал. Всё, 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 всё. Всё, всё. Всё. Давай, не будем сейчас спорить там. Всё, ладно. Давайте подумаем. Просто подумаем. Тебе бы найти его, конечно, для начала. Но это уже другой вопрос. Что ж, ты его спрятал куда-то? Ладно, короче. Всё понятно, друзья. Он спрятал этого человечка. Понятно. Но... Хорошо. Будем, значит... Пау! Поехали. Поехали. Будем по-другому, значит, вопрос решать этот. Но я на самом деле, друзья, я не шутил. Я ни в коем случае сейчас не шутил, когда говорил, что я похищу. Это преступник. Я понимаю, что, да, он делает, значит, деньги там у богатых. Мы, кстати, разберёмся. Мы ещё с ним поговорим. Мы посмотрим, кого он там разводит. Да? И за что? В общем... Друзья, надо искать. Надо его искать. Не знаю, куда он его спрятан. Надо искать его и похищать. Это не шутка была, нет? Я его похищу. И потом мы уже поговорим. Я думаю, что... Ну, после того, что с Иваньковым, ну, извините, да, у нас целая карьера построена. И тут он зажопит какого-то там непонятного Фёдора Ивановича, который бабулек разводил. Странно. А что теперь делать будем? Вы же не всерьёз? Про то, что украсть его надо. Это... Короче, это всё обсудим. Это всё обсудим. Решим. Решим. Но дело открыто, друзья. Это дело надо закрывать. А кому эта серия понравилась, пожалуйста, обязательно поддержите её своим лайком, друзья. Также не забывайте, что все события, которые вы сегодня увидели, происходили на первом сервере Радмира Криминальной России. Если вы ещё здесь не играете каким-то образом, то ссылочка специальная для вас есть в описании. Благодаря этой ссылочке вы от меня получите дополнительно 70 тысяч рублей и 3 дня золотого вип-статуса. А я же, в свою очередь, каждого из вас благодарю за просмотр. Желаю всем удачи. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok